Получи 50 долларов для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это шашлык и мы продолжаем играть в игру. В эту... Так, пивасика мы притащили охотнику. Он 20 голды за этот дал нормально. И он может... О, он, кстати, может обменивать два этих на... Ещё он голд может... А, то есть вот это всё ему нужно, чтобы... Я понял. Всё. Окей, он нам может варить, короче, зелья. Эти. Ну, вы поняли, какие. О, а что там у нас открылось? Чё? О, паук валится с кинжала, да? Отлично. Так, эти магические грибы мы накостыляли. О, кирка халявная. Так, ну, блин, отдохнуть надо. Так, ну, нам надо в первую очередь перегнать, короче, нашу корзинку с фруктами. Все корзинки с фруктами. Что у нас есть? Перегнать их в очки действия. А сколько у нас их, кстати? Я не глянул. Сейчас мы их перегоним. Так. Как, 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 как? У нас ещё одна. Ага. И у нас шесть целебных. Слушайте, я, наверное, куплю ещё корзинок. Вот, чтобы собирать. Ну, ещё пять куплю, допустим. Почём она одна корзинка? Она стоит девять. Ну, ладно, пять купим. Хотя, ну, пусть у нас вот десять будет. Давайте ещё блёсинок купим. Блёсинок можно побольше купить. Там двадцаточку мы себе не обеднеем от этого. Они нормально тоже перегоняются в очки действий. Так что... Да и голд в очки действий перегоняется. Так, я хотел на маяке половить тут рыбку. Хотел половить рыбку. Собственно, ловлю рыбку. О! Ачивка шестьдесят рыб. Замечательно. Так, можно маяк теперь починить, кстати. Делаем, чтобы маяк светил. Мой маяк светит. Теперь я могу отдохнуть. Так, всё ништяк. Ужасные, наконец-то, тишина. О, она нам два крабовых супа дала. 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 Кто-то говорит, дала. Дала два крабовых супа. Так, эти крабовые супы нам, кстати, очень даже кстати. Почему? Опа! Я нашёл инструмент. Замечательно. Я и инструмент нашёл, и крабовый суп. Так, один крабовый суп точно сюда можно, нужно было притащить. Тридцать. Не-не-не, я тебе уже один отдал. Или подождите. Да, я ему уже один отдал. Второй крабовый суп тут священнику на милостыню он просил. Так, короче, это было вот здесь. Держи крабовый суп тебе, бро. Три звезды. Вот. Держи твои инструменты. Он сразу начал работать над новым диском. Ага, он нам дал диск. И теперь мы на пилораму можем завершить квест, который, кстати, очень дорого нам стоил. Вот, видите, 260 голды он нам дал. То есть, вообще круто. Так, а что у тебя? Ага, золотой медальон, да? Мог бы бесплатно мне теперь обменивать, раз я тебе помог. Так, тут нам не хватает, кстати, кинжала было, чтобы убить паука. Убиваем паука. Мой кинжал совсем тупой. Ну, пофиг. О, медальон и сокровища. Замечательно. Держи свой медальон. Прям пошли квесты. Он нам выдал топор. Так, кинжал надо купить. Кинжал продают возле храма в гильдии. Ну, короче, вот тут продают. А, так, у нас есть кинжал? А, у нас есть кинжал. Тогда нормально. Всё, а что тут ещё у них продают? Они продают грибы и отмычку. Ладно. Кучу квестов мы выполнили здесь. Прям кучу. Прям кучу. Ладно, идём сюда. Тут мы походу тоже выполнили. И тут, кстати, можно мясо конвертировать в очки действия. Конвертируем. Так, замечательно. Всё. Берём, хаваем тут эти овощи. Точнее, фрукты, которые... Хаваем фрукты. Конвертируем. Ну, дайте ещё разок раз. Уже пошло. Поехало. Так. Теперь чё? Теперь нам можно, в принципе, уже и строить и корабль, наверное. Да? Не, мне бы вот с этими зомбами... По сути, булаву я могу купить. Давайте разберёмся с зомбами. А ну-ка, где ты тут? Кузнец. Ой, кузнец ниже. Кузнец, дай булаву. Спасибо. И вот эту пику. Мне это всё надо. А, так у тебя и кинжалы можно купить. У тебя вообще всё можно купить. Те можно, кстати, продавать... Слушайте, а это не выгодный... Это не доступ ли к бесконечному золоту? Ну, смотрите. Один уголь стоит одно брёвно и 10 голды. А бревно стоит... Ой, продаёц древесины слышал о том, как я помог его отрезал. Решил, что будет продавать дешевле. Так, бревно стоит 17. Итого, один уголь обходится 27 голды. За сколько ты покупаешь уголь? За 32 голды. Вот мы и нашли, короче, бесконечное золото. Показываю. Берём, просто скупаем кучу древесины. Мы даже можем вот так вот, чтобы быстрее. Я надеюсь, я... Мои тут у них цены не падают. Теперь берём... Фак! У меня теперь голды... Вот я дебил. Ладно. Сори. Сори, сори. Кстати, насчёт того, что я дебил или не дебил. Нам бы надо бы это... Только вот наоборот, чтобы продать целебные снадобья. А кто-то их покупал. Не в храме ли ты их... О, кстати. Надеюсь, мы вместе сможем остановить некроманта. Вперёд! Некромант скрывается за гробницей. Не ты леча... А, нет. Ты лечебные зелья покупаешь. Так. Ладно. Давайте торганём там яйцами или чем-нибудь. Тут на ферме он покупает. Или вот грибочками как раз. Можно грибочками торгануть, в принципе. Там. Ну вот. Да, нам уже хватит. Смотрите. Теперь мы идём сюда. Конвертируем все наше дерево в... Ну вот, 9 угля у нас есть. И теперь смотрите. Он 32 покупает. Всё. У нас теперь... Отлично. Конвертируем опять. Конвертируем опять. Вот мы и нашли источник голда. Вот мы и нашли источник. Да, он по 32 цена не падает. Так что спокойно. Вот он бесконечный источник голда. Всё. С голдой у нас теперь проблем никогда не будет. Давайте ещё, наверное... Ну вот так вот. Ну оставим себе 80, да. Давайте ещё это всё дело конвертируем по-бырому. Вот. Всё. Сейчас. Теперь тебе. Я ж правильно посчитал. Он мне по 17 продаёт. Это получается 27. То есть с одной этой штуки мы навариваем 5 голды. С одной этой штуки мы навариваем 5 голды с одного угля. Ну то есть вот сейчас я уже сотку... Ну там. Да. Ну да, правильно посчитал. Судя по тому количеству голда, сколько у меня сейчас. У меня столько никогда не было. Можно ещё провернуть. Ну давайте тысячу набьём. Давайте тут собственно сольём ещё. Ну вот так вот. О, 20 оставили нормально. Этого нам как раз хватит. Оп. 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 Теперь. Оп. 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 Так. Теперь. Оп. Оп. Блин, а жаль тут нельзя. Можно может как-то шифтом зажать, чтобы оно всё перенет. Никак. Ну это конечно кликанье немножко вымораживает. Ну ладно, вот ещё сейчас скликаем это всё дело. Уже нормально голда идёт. Вот. Ну собственно я уже вижу, что мы в огромнейшем плюсе, потому что у нас там было 700 с чем-то. Сейчас у нас мы перегнали и у нас уже 400 остаётся. Собственно смотрите сколько мы заработали. Ну у нас я не помню сколько было, но 700 было. Вот собственно мы уже у нас 1000. То есть успешный заработай 1000 золотых монет. Так, ачивка успешной открыта. То есть с голдой теперь у нас проблем не будет. Мы можем всё покупать и с запасом. Как только нам будет нужна голда, мы знаем что делать. Мы её провернём. И всё будет ништяк. Так, тогда давайте идти строить корабль. Раз по голде вопросов нет, давайте строить корабль. Чё тут надо? Три молотка, три топора и три пилы. Четыре гвоздя, четыре верёвки и восемь дерева. Так, давайте для начала купим три молотка, три топора и три пилы. Так, они вот здесь, да? Молотка, три, три пилы, три топора у нас есть. Так, теперь нам нужно сколько-то там верёвок, я не знаю. Пусть у нас их будет десяточка. Пусть у нас будет десяточка гвоздей. Вот это нам пригодится всё. Давайте теперь тут купим себе двадцать палок, перегоним их в десять досок. Тоже пригодится, тоже пригодится. А, хотя двадцать, одна же, а я что-то думал две доски. То есть теперь выгоннее стало что ли? Ладно, давайте, короче, купим... Не-не-не-не-не, не так, а то мне опять что-то придётся продавать. Не-не-не, опять не так. Раз, два, три, четыре. Ну вот. Ну хотя бы так. Давайте тут теперь, короче, проведём наши махинации. Ну, начнём с одного. О, теперь уже четыре. Теперь уже четыре. Теперь уже все остальные. Вот. Хоп-хоп-хоп, хоп-хоп-хоп. Ну вот, нормально. Так, ладно, идём наверх. Если что, голду я потом даже и без записи могу сделать. Инструменты. Отлично, дружище. Вижу, что ты принёс всё необходимое. Теперь можно начать строить. Надеюсь, что и ты присоединишься к нам. Мы можем начать сразу, как только скажешь. И сколько? Всего лишь двенадцать? Та, изи вообще. Так, строится наш корабль. Строится, строится. Чё опять? Прекрасное начало. Скелет корабля уже готов. Теперь нам будет нужен другой стройматериал. Ага, восемь гвоздей, двенадцать досок и четыре верёвки. Из всего этого нам, в принципе, не хватает только восемь гвоздей. Но поскольку я знаю, где у нас бесконечный источник денег, то я сейчас организую это дело очень быстро. Вот, ну, конечно, вот этот момент, может быть, они не... Не, ну, должен был быть, тут по-любому должен был быть способ бесконечный, ну, денег зарабатывать, да? Сколько вам нужно, чтобы столько вы могли сделать. Вот, поэтому... Вот, поэтому я... Я, я, в принципе, рад, что я нашёл такой способ. Я теперь могу спокойно купить весь эквип. Дам всё, чем мне, в принципе, надо. Всё могу купить. Вот. Так что это хорошо, что они такое сделали. Хорошо, что они это сделали, в принципе, прямо вот здесь всё так рядышком. То есть щёлк, щёлк, щёлк. Единственное, что плохо, что щёлкать. Но, опять же, если бы не надо было даже щёлкать, то тогда бы вообще вопрос встаёт. А, чувак, может тебе просто поле поставить, ты туда вбиваешь, сколько тебе голды надо? Или вообще просто вбиваешь, и игра пройдена? Не, так типа не пойдёт. Так, кстати, я могу купить тут гвозди. Сколько мне надо, я не помню. Ну, давайте купим 15. Хватит, я думаю. Так, что тут ещё нужно? А, ну вот уже всё, хватает. 8 надо было. Ты принёс необходимый стройматериал. Давайте теперь строить. Так, отлично. Отлично, что теперь надо? Теперь надо 4 верёвки, 16 досок. Так, я хочу с пещерками разобраться. Вот у меня всё. Ага, у меня нету двух напитков. И у меня нету двух солдат. Я теперь могу вообще изи разбираться с пещерами. Солдаты в военном жилагере, их можно нанимать? Да, он сотку стоит, один солдат. Давайте, короче, сейчас опять заморочимся с нашим всем известной схемой. Вот 25 досок. Сейчас мы это всё дело, ну, с единички начинаем. Может, если выгоднее схема, ну... Я... Слушайте, а ведь там же была схема и с мукой, наверное, в начале. Я просто её не заметил, а сейчас как бы обратил внимание. Вот, возможно, и с мукой такое охляло. То есть там покупаем муку или что там, зерно, да? А давайте пойдём посмотрим там насколько... То есть тут я с одной махинацией зарабатываю, получается, 5 голда, да? 5 голда я зарабатываю. А сколько я могу зарабатывать там, если с муки? А ну-ка, давайте пойдём посмотрим. Нет, я далеко ушёл. То есть, смотрите. Вот этот у нас с муку... Ага, рис перемаливает в муку, да? А ты... Мука стоит 38 голда. Подождите, он рис перемаливает? Зерно перемаливает. Ресурс в муку. Мука стоит сколько? 38 голда. Так, ты за сколько? Он за 5 перемаливает. Теперь сколько стоит зерно? Зерно стоит 30 плюс 5. Итого дофига. Нет, это не выгоднее. Там с деревяшками... Ну, то есть мы 3 будем. Это выгодно, но не выгоднее, чем эта схема. Но в целом тоже был доступ, в принципе, к бесконечному железу. Ой, железу, господи, к бесконечным деньгам. В принципе, доступ был. Так. 2 перемололи. Сейчас я ещё один вот этот тогда круг сделаю. Вот. Ну, я рад, что я нашёл такую, короче, шнягу. Что я теперь могу себе накликивать вот так вот золото. Сейчас мы ещё раз обработаем. И пойдём, короче, мы фармить. Пойдём мы фармить. Ну, то есть наймём всех, кого нужно. Купим весь необходимый инструмент. Там оборону. Всё, всё вот это, короче, купим. Лук стрелы там, если надо будет. И пойдём фармить. Пойдём фармить. Короче, всё, пойдём фармить. Так, сколько? Ну, вот у меня уже снова 700 голды. Так, ты, давай ко мне, наверное, человека 4, ну, 5 даже в напарнике. Так, зафармим тут ещё миска. Всё, вроде бы. И пойдём теперь с самого начала. Я теперь все гроты там. Крокодил, не крокодил, там кто. Всё, вот, нужно 3 целебных напитка и 3 яда. Соответственно, целебные напитки... Кстати, ты обмениваешь, да? Давай мы сделаем. Ну, это хорошо, конечно, всё. Целебные напитки, по-моему, вот здесь у знахарки продаются, да? А, нет, у неё можно купить только эти, да? Подождите, так тут у кого-то они продавались. Вот, целебный напиток. Давайте купим, ну, 3 целебных напитка. Блин, а голда-то уже закончилась на самом деле. Яд, по-моему, ты продавал. Ого, 55. Ладно, давайте тогда так. Я себе, если я сейчас выпуск закончу, вот таким вот образом... А ты, кстати, не покупаешь эти? В принципе, мы можем вон загнать вот эту вот всю нашу бодягу. Купить пару-тройку ядов. И давайте теперь пойдём того крокодила отфигачим всё-таки. Да. А шо не хватает? А, 15 очков не хватает. Окей, давайте собирать очки повсюду. Давайте отсюда начнём. Кстати, хлеб у меня откуда-то есть. Ну, давайте, собственно, сейчас переработаем все сначала такие ягоды. Потом там те ягоды переработаем. Сколько ещё? Ещё есть. А сколько у нас их, интересно, этих? Нам, в принципе, уже хватит. Давайте сейчас ещё хлеб переработаем. Вот. Да, у нас кончилось. Давайте переработаем хлеб. Переработали хлеб. Так. Всё. И теперь нам точно хватит, ну, всего. Да, вот три этих. Всё, атакуем. Атакуем каркадила. Я сумел победить каркадила. Один этот погиб и два этих. Я нашёл необычную фиолетовую жемчужину. А тут чё, это ничего не берётся? Удочка, блин. Вот ещё бочонок. Я не могу факел забрать. Так, и куда ж это нас вывело? Опа, здесь змеюка. Мы её саблей. Отлично. Два жала. Так. По-любому чё-то должно браться. Я не верю, что это просто змеюка. Ладно, идём сюда. О, и мы вышли здесь. И шо толку? Этого гоблина почему-то нельзя запинать. Непонятно почему. Ну, а с тобой... Так, а ты чем торгуешь? А, ты грибочки скупаешь, да? В принципе, можно тебя загнать. Да ладно. Ладненько. Так, разобрались с этим. Ладно, я тогда на этом выпуск закончу. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.